на портал где постепил вопрос почему вот верхом завете у моисея много раз мы запрещено делать кумиры изображение там очень женщин там и животных ну любые то сказать и им поклоняться а у нас вот просто есть иконы которые мы поклоняемся иконы городица апостолов там святых знаете есть но допустим так вот мы живем другой слушай а вот старец живет попросить такая сильная молитва вот он если попросит что не попросите у него случается ну если такое богу угодно и чем мы сделаем у нас как проблема серьезная мы к нему побежим поедем и так далее потому что ну проблем надо решать а потом ее может помочь решить а то у нас старцев целое царство небесное можно к ним обратиться притом эти старцы поскольку они уже перед богом предстоят даже легче молиться чем старцу который здесь живет среди нас еще на земле пчу их не попросить тогда возникает вопрос а зачем даже иконы нужны но апостол павел можно всякой иконы взять его просить сказать минуя икону знаете вот там солдат достал фотографию своей жены детишками а им этого соседа зачем фотографии так по памяти давай чего зачем попасть не можешь да может по памяти много ярких образов их совместного отзыв сказать жития на фотографии как-то что-то такое чувство возбуждает так икона если фотография старца чтобы как-то лучше сконцентрироваться в молитве лучше сконцентрироваться молитве то есть мы просим это не самую доску вот еще язычников у них сам сам идол для вас для них вот таким вот так сказать богом они обожествляли а у нас иконы это не бог это как говорят окно в другой мир и и вот мы это через это окно просим старцев святых на небе за нас помолиться и бог так устроил что через иконы можем получить просимые вот поэтому тут никакого нарушения то что моисея запретил нету кстати у моисея при всех запретах в ковчеге завета были херувимы запрещено было всякие извоения а вот на ковчеге херувимы то были кстати это в священописание ветхого завета видно там прямо описан ковчег в подробностях ведь как моисей вот так формально подойти непоследовательно в одном случае запретил того случае повелел просто надо понимать что это такое как вот евангелие в одном случае господь сказал я пришел не принес не мир на меч в том случае наоборот что принес мир меч против греха мир с на это любовь душе вот прям что под этим подразумевается так и здесь так у мысея вот идолы были запрещены и дуруна запрещены нельзя превращать икону выдала к ней как идол относиться это будет грех это будет грех часть это встречается не часто в православии вот это возможный такой вариант отношения вот именно иконе как к некой таскать источники источнику благодати божий мы просим апостола на иконе когда он изображен чтобы апостол помолился богу и бог нам дал свою благодать не благодать апостола а божью благодать и еще написание как сказано молитва правильно праведника с поспешиванием то есть именно праведник может помолиться более ну так сказать чеческим языком сильной молитвой чем игре более более грешные люди тем более правильно который уже резервы всю праведность стоит перед богом естественно не помолиться могут лучше чем мы с вами вот и все поэтому пропуск правильные отношения все внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео